здравствуйте на библейский портал xe get пришел очередной вопрос нужно ли искать вспоминать грех повлекший мою тяжелую болезнь или просто смириться с болезнью и терпеть ну наш зритель уже поставил оценку и однозначно решил что причина болезни это всегда какой-то грех ну священное писание показывает что это не всегда бывает так не всегда наша болезнь связана именно с тем что мы где-то в чем-то согрешили иногда может быть наоборот господь попускает каким-то болезням в нашей жизни для того чтобы мы через них становились лучше иногда бывает так что человек который в чем-то ограничен или переживая какие-то страдания он работая над собой он действительно становится лучше и иногда даже человек может написать какое-то произведение может быть музыкальное произведение или написать какую-то книгу или проявить какие-то свои другие таланты через вот понимание того что вот эта болезнь она действительно нас ограничивает и тем самым мы понимаем что ну наша земная жизнь она временная и она предназначена не для того чтобы мы просто прожигали время своей жизни а для того чтобы мы сделали вот этот главный выбор и постарались проявляя свои качества в жизни приблизиться к богу поэтому вспоминается пример святой блаженной матроны московской когда приезжаешь покровский монастырь и там всегда большая очередь почему потому что люди чувствуют люди чувствуют поддержку молитвенную поддержку от святой матроны и они приходят именно за этой поддержкой и даже когда во времена ее земной жизни несмотря на то что она была инвалидом все равно она вот могла так поддержать человека что приходя к ней человек получал вот эту духовную радость духовную поддержку и уходил уходил совершенно другим вроде бы инвалид вроде бы она была в чем-то ограничено но при этом при этом господь действовал через нее и люди получали утешение поэтому нужно не искать конкретный какой-то грех а просто нужно работать над собой если вы православная христианка то это значит что вы стараетесь ходить в храм старайтесь участвовать в церковных таинствах регулярно исповедоваться причащаться и самое главное нести свой крест потому что вот эти внешние обстоятельства может быть болезни или может быть какой-то ограниченности или может быть каких-то других сложностей которые есть в жизни каждого из нас это как раз тот путь следование за христом где мы можем проявить свои лучшие качества до сегодня мы болеем может быть у нас что-то болит может быть мы чего-то не можем сделать или чего-то съесть но мы можем проявлять свои лучшие качества мы можем молиться мы можем переносить вот эти внешние обстоятельства переживать их и самое главное не унывать а верить что эти обстоятельства даны нам богом для того чтобы мы стали ближе к нему для того чтобы через них мы получили вечность не просто несколько лет такой вот беззаботной жизни но получили вечность в этом и проявляется наша вера внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и